У нас всегда есть миллион ограничений, почему мы чего-то не можем. Женщина очень часто говорит, я вот сейчас в категории 35+, и я часто слышу от женщин, которые пишут мне, ну Оль, ну как, мне уже 40, или мне уже 43, или мне уже 38, у меня есть дети, ну как я могу построить свою счастливую жизнь? Меня всегда этот вопрос очень поражает, потому что в моем окружении есть много людей, у которых трое детей, пятеро и шестеро, которые находились себе там от разных браков, которые находили себе при этом мужчин, потому что дети это дети, а ты это ты, и самое главное это твое намерение. Если я хочу быть счастливой женщиной, соответственно, я излучаю счастье, и я притягиваю в свою жизнь мужчину, мужчина, который любит, мужчина, который классный, он принимает меня, прежде всего такая, какая я есть. Вопрос не в том, примет ли вас мужчина, когда вам 35+, или 45+, вопрос в том, что вы себя не принимаете, вопрос в том, что вы по каким-то правилам решили, что вы уже взрослая женщина, и что вы уже так не можете. Это знаете, как вот я сейчас стала активно проводить развлечения в своей жизни, вводить, сказал бы так, вводить, ездить, кататься, гулять с подругами, и здорово проводить время. И вот многие начали люди пугаться, говорить, Оля, ну что это такое происходит? Ты же мать, ты же серьезная должна быть. Ну почему? Да, я мать, да, я жена, у меня есть муж, но я красивая, молодая, юная девочка, с потрясающе красивыми ногами, грудью, руками. Чего же я должна одеваться как-то, ну по-дурацки? Я прекрасно выгляжу, я прекрасно себя ощущаю, у меня огромное количество энергии. И что, что мне там 38 через пару недель? Ну что это за цифра? А если у меня впереди, например, я буду жить до 110 лет, получается, что я там где-то только треть своей жизни отживаю. С чего вы решили, что вам необходимо себя хранить, и что вы уже не можете выстроить отношения? Я показываю вам маркировки в контексте того, что мы сами ставим себе эти печати. Так вот перед тем, как ставить себе эту печать, опять-таки важно задать вопрос, а я чего в глобальном моменте хочу? Почему я заставляю всех на рерайтере прописывать свою идеальную жизнь? Для того, чтобы вы могли понимать, что если я этого хочу, то действия, которые я сегодня совершаю, меня к этому приведут или нет? Очередное моё нет, я буду сидеть дома, умирать, дохнуть, я никуда не пойду. Очередное моё я не пойду сегодня бегать, я лучше открою холодильник и буду сегодня жрать, зажираться, потому что у меня трагедия, или потому что меня мужик бросил. Но он потому-то тебя и бросил. Потому-то тебя и бросил, потому что с тобой скучно, скучно, неинтересно, самой себе неинтересно быть такой, понимаете? Вот для меня, например, если говорить об отношениях, любая ссора, любые моменты, когда начинаются проблемы какие-то в личной жизни, для меня это всегда супер-мотивация выглядеть невероятно круто. Вот невероятно круто. То есть я в эти моменты попадаю не в депрессию, в зажжет, а наоборот, в голод, в тренировки и в офигенное состояние, чтобы я шла, знаете, как в Одессе, я иду, а моя подруга мне говорит, Оля, не все шеи сворачивают. Я прекрасно знаю, что не все сворачивают шеи. Я отлично это знаю, потому что я ебашу для того, чтобы чувствовать себя так. Мне, в принципе, всё равно, сворачивают они шеи или нет. Я знаю, что моя собственная шея, на каком находится уровне, это наша внутренняя уверенность и это понимание того, что, например, мой ресурс, я себе поставила, что я старой планировать, точнее, старой быть не планирую. Нет у меня этого в планах. Моя маркировка такая, что я всегда супер-охуетительная девушка, которая может позволить себе в любой момент молодого мужчину, очень молодого мужчину, очень старого мужчину. Я распоряжаюсь тем, кто находится рядом со мной. Дорогой, прости. Вот, ну, звучит это хорошо. Это наш внутренний момент. А многие женщины говорят, ну как, ну я же уже замужем, я уже не могу никуда ходить, я страдаю теперь. Как хорошо было, когда я была молодая, как хорошо было. И об этом говорят девочки около 40 лет. Как хорошо, когда я была молодая, как хорошо никто ничего по сути нам не запрещает, кроме нас самих. Конечно, когда мы превращаемся где-то в тюх, а человек таких, знаете, девочек, которые сами себя забивают, приучаем своих мужчин, да, что мы такие, и потом делаем какой-то шаг навстречу к себе, мужчина, конечно, офигевает, он сразу понимает, что что-то происходит. Но происходит всегда только одно. Должно происходить. Это называется любовь к себе. Желание выпустить себя на свободу.